Микс Ньюс Добрый день, уважаемые радиослушатели! Начинаем работу в прямом эфире. Сейчас у нас на связи по скайпу. Это такое средство связи уже в последние недели в свете чрезвычайной ситуации, которая, кстати, сегодня провисится скоро подлит. У нас на прямой связи историк и политолог и политик Норман Гроссинч. Добрый день! Добрый день! Да, вот может быть, такой первый вопрос. Мы уже живем довольно долго, с 13 марта, если быть точным, в чрезвычайной ситуации. Правительство собирается, по крайней мере, по предварительной информации до 11 июня продлить. Ну, с одной стороны, понятно, что еще вирус никуда не ушел, но с другой стороны, уже многие страны не выдерживают этого режима изоляции длительной, чтобы хоть как-то оживить экономику. начинает снимать эти ограничения. Как вообще оцениваете действия правительства, может быть, именно с точки зрения поддержки населения в этот тяжелый период, потому что, что касается эпидемиологической ситуации, здесь, наверное, особых претензий нет. В Латвии, слава богу, ситуация достаточно более-менее терпимая по сравнению с целым рядом других стран. Но вот как вы оцениваете именно вот эту политику в сфере экономики, в социальной сфере? Тут действительно уже имеет место, скажем, определенный объем материала, который дает возможность оценить направление действий правительства. И, к сожалению, значит, это направление, на мой взгляд, выбрано неверно, по той самой простой причине, что при сложившейся ситуации надо было в первую очередь поддерживать людей, население, а не бизнес. Вместе с тем мы видим, что в основном меры, которые принимаются правительством экономики, они направлены на поддержку крупного бизнеса. И, значит, если вот прислушаться к министру, скажем, транспорта и его недавним заявлениям, то к поддержке именно самого крупного бизнеса. А тот сценарий, который я предлагал от имени партии центра, этот сценарий предполагал как раз поддержать всех людей по образцу ряда других европейских стран, то есть осуществить, скажем, пособия, которые обеспечивало бы доход на человека в кризисный период 500 евро. То есть, если у человека, допустим, пенсии 300, он получает 200 пособий, получается у него 500 евро. Что мы в результате имеем для экономики? Что люди идут в магазины, покупают товары, потом услуги, экономика разогревается и, соответственно, поддержку таким образом получает и госбюджет, и маленькие предприятия, и средние, и крупные. Наша правительство сконцентрировалось только на крупные предприятия, при том ситуации, когда очень еще неясно, который из этих крупных предприятий вообще в рамках той новой кризисной экономики, которая наступает в мире, которые вообще останутся на полу. То есть, на мой взгляд, ошибка в том, что надо было поддержать не предприятия, а надо было поддерживать людей. Да, ну вот интересно, вы уже помянули теорию других стран, но вот Германия, к примеру, перечислила, я так понимаю, полторы тысячи евро каждому. Соединенные Штаты тоже перечисляли, я понимаю, что это богатые страны, но тем не менее, там сначала решили все-таки помочь нуждающимся, а потом уже разбираться, кто заплатил налоги, в каком объеме, в конце концов, работники не виноваты, если один другой недобросовестный работодатель за них не заплатил. Да, согласен, что в кризисной ситуации, значит, увязывать уплату налогов с получением пособия, значит, это была в корне неправильная политика, потому что в результате деньги не попали к населению, и, значит, экономика быстро стала остывать, то есть она пошла вниз. Надо было, значит, по примеру названных стран и ряда других европейских, даже Греции, например, которая не такая уж богатая страна, недавно еще была банкротом, значит, надо было просто, ну, с учетом возможностей нашей экономики обеспечить, чтобы люди получали по 500 базовый, значит, доход на человека и вперед. Что касается, кстати, эпидемиологических действий, тут нам просто повезло, как и всем странам постсоветского пространства и Восточной Европы, то есть, если мы посмотрим на карту континента, то мы увидим, что смертность в разы резко понижается именно по границе Восточной Германии, а это объясняется советского периода прививкой БЦЖ, противотуберкулезной прививкой, которая оказалась удачно, скажем, по счастливой случайности, в некотором степени действует также и на этот вирус. И таким образом, в тех странах, где эта прививка была и в тех странах, где ее не было, значит, смертность отличается в десятки, иногда и в сотни раз. То есть, если бы у нас этой прививки не было, то, к сожалению, при такой довольно замедленной реакции правительства, которая была в начале пандемии, что даже я предлагал школу закрывать на неделю, как минимум раньше, значит, тогда бы, конечно, у нас результат был значительно хуже. Но потом выводы были сделаны. В целом, значит, с учетом вот этой вакцинации у нас ситуация нормальная, значит, по сравнению с другими странами. Ну, я отмечу, что, скажем, ну, если посмотреть буквально еще пару дней назад на Беларусь, которая не ввела и половину тех ограничений, которые ввела Латвия, то смертность на миллион у нас была примерно такая же. То есть, эта прививка БЦРЖ, значит, она показала себя как достаточно эффективная вакцина, скажем, даже против вот этой пандемии. Да, вот если мы вспомним о ситуации в Риге, то мы увидим, что вот эта временная администрация, все думают, что она будет действительно временная, техническая, пару месяцев поработает, и там уже придет новая дума. Ну, все затянулось, и теперь выборы только 29 августа. Реально, новая Рижская дума может приступить своим обязанностям, сможет где-то в конце сентября. Пока еще выберут мэра, пока создадут коалицию. В общем, понятно, что на полгода еще временная администрация задержится. Как вы оцениваете вот их работу в Риге? Многие считают, что они крайне медленно действуют в условиях чрезвычайной ситуации. Второе говоря, что они занялись, будучи чиновниками, просто политикой, меняют людей, вот, которые им, допустим, не очень выгодны, и ставят своих. Да, значит, эта временная администрация просто представляет сейчас правящую коалицию парламента. И, значит, кстати, поскольку Рига сейчас находится в зоне ответственности практически государства, не муниципальной, то, опять же, в неочередной ситуации положение было очень странным то, что в начале эпидемии были урезаны, урезано количество рейсов общественного транспорта. В результате, значит, большое количество людей были вынуждены утром ехать на работу в переполненном практически общественном транспорте. И, опять же, если бы не было той упомянутой прививки БСЖ, которая, значит, увеличила нашу, скажем, способность сопротивляться этой эпидемии, то мы бы получили то, что получила Бельгия, в которой, кстати, карантинные меры даже больше, чем в Латвии, а Бельгия получила на 1 миллион населения более 600 погибших. То есть у нас около 10, в Бельгии 600. То есть почувствуется разница, что называется. То есть политика наша была, ну, мягко выражаясь, не соответствовала на входе, по крайней мере, в эту пандемию. Значит, если посмотреть на кадровые изменения, конечно, значит, эти действия, которые, и аргументы, которые были использованы для того, чтобы сменить неудобные кадры, они раскрыли также факт, что, скажем, должностное лицо Рига Силтумс, а мы платим достаточно дорогие тарифы за Рига Силтумс, оказывается, член правления в этом Рига Силтумс получает 5 тысяч евро в месяц. Сейчас вместо, скажем, члена партии «Согласия» или «Годского опыта Рига» Бурова партии, значит, этот зарплату, очевидно, будет получать уже какой-то госчиновник. Но я думаю, что в такой ситуации следующая Рига, я думаю, должна вместе с государством вообще пересмотреть уровень зарплат, потому что я не вижу, значит, необходимости, чтобы член правления Рига Силтумс получал 5 тысяч евро в месяц, 60 тысяч евро в год, это, значит, очень такой щедрый подарок члену этого, скажем, совета, будь он госчиновником или партийцем каким-нибудь. То есть это Рижская дума, да, где, действительно, новая должна будет заняться реальными реформами в Риге, потому что государство это не делает. Ну вот, интересно говоря о зарплатах, раз уже эту тему затронули, я помню, что и вы в наших эфирах, когда приходили к нам сюда еще до пандемии, говорили о необходимости сокращения госаппарата, и, может быть, зарплата должна быть поскромнее, но сейчас мы видим, допустим, сегодня пришла новость, что представитель правления больницы Страдани, кстати, государственной больницы, да, 8 тысяч евро, а член правления 5 тысяч евро. Ну, я все понимаю, что большая организация, много работников, но насколько это соразмерно? Я думаю, что в такой ситуации, когда, во-первых, очень высокое неравенство, такие, значит, зарплаты, когда, значит, полстраны сидит на 400 евро в месяц, а в правлениях жирует за 5 тысяч, за 8 тысяч, за 11 тысяч в месяц, это, значит, неприемлемо абсолютно, и эту проблему новому правительству, скажем, придется решать уже, значит, ну, наверное, новому составу Сэйма, потому что этот парламент не был способен этот вопрос поднять и решить. Значит, сейчас ускорился, кстати, опять сбор подписей за распуск Сэйма, значит, закон позволяет распустить существующие Сэймы за 1-2 месяца, после окончания сбора подписей на Латвии ЛВ, удаленно-электронно люди подписываются, и, значит, ну, придет, очевидно, новая власть и в Ригу, и в государство, и тогда, значит, это можно и нужно будет решать. То есть активизируется сбор подписей? Значит, туда предподнесли все это, значит, предсоединили тут разных там условных политических бомжей, сказали, что вместе с бомжами не подписывайтесь, значит, и, в общем-то, да, более-менее им удалось сбить эту волну. Там латвиши припугнули, что это Кремль делает, собирают подпись, значит, там, ну, русским вообще ничего не сказали, или сказали, что не надо. Хотя, скажем, надо отдать должное, что оппозиционные партии парламента и зеленые, и согласие, они поддержали этот сбор подписей, но поддержали, как мы видим, на словах. То есть он остановился и остановился какое-то время. Но сейчас, значит, люди уже поняли, что с таким руководством далеко страна не уедет, почувствовали, значит, и качество госуправления, и результаты того госуправления, ну и, соответственно, сейчас уже резко прибавился темп подписания. Так что я думаю, что в этом году есть у нас все шансы заменить этот сейм на более квалифицированный. Вот это интересное замечание. Почему? Потому что вот еще совсем недавно, когда вот сначала пошла вот эта первая волна сбора подписей, вот правящие как-то испугались и сказали, не, ну, мы вроде не такие плохие, как-то активизировались, потом они увидели, что все-таки сбор подписей застопрился, и они уже сбавили темп работы. А сейчас, как мы знаем, ведутся дискуссии о том, не восстановить ли 81-ю статью Конституции, которая вообще дает больше полномочий правительству, и правительство даже может принимать законы. То есть это вообще удивительно, что сами депутаты готовы свои полномочия делегировать правительству. Ну, у нас страна такая, которая может удивить на каждом шагу. И, значит, в данном конкретном случае, кстати, вот эта взаимосвязь, что чем больше подписей за Роспуск, тем, значит, больше заботы о народе и больше, значит, хороших дел, эта взаимосвязь, она очень очевидная, обратная связь. Поэтому, скажем, вот на месте нормального избирателя, который дружит со своей головой, я бы подписался сразу, за 40 секунд. А это требует именно 40 секунд на Латвии ЛВ за Роспуск парламента удаленно. Ну, до одной минуты максимум это требует. Мы даже сделали учебный фильм, замерили 40 секунд совершенно нормально. И, значит, потом уже, когда будет референдум, тогда можно еще раз посмотреть на этот СМ и уже решить, распустить или не распустить. Но сам, скажем, сбор подписей однозначно улучшает госуправление, улучшает политику пособий, политик, значит, пенсии, какой хотите. Иначе, скажем, до того... Ведь был один момент, я, кстати, тоже у вас выступал в эфире, я говорил, что перед кризисом, а это было еще в прошлом году, а кризис уже намечался, не надо сокращать пособия по безработице, а наоборот, надо усиливать меры по социальной помощи. И сейчас, значит, вот этот тезис, высказанный на радио Болткоме, подтвердился через полгода. Оказалось, да, что им, значит, пришлось пойти уже на попятую, доплачивать людям, которым сейчас заканчивается у них пособие по безработице. И дальше опять тоже придется, хотят они это или не хотят, но придется увеличивать меры по социальной поддержке. Да, если мы еще, говоря вот о политическом процессе, все-таки вот на ваш взгляд, вот это правительство, как оно дальше будет жить? Во-первых, мы знаем, какие противоречия там внутри, особенно между КПВ и Новым Консерватором, мы все это наблюдаем. Во-вторых, ну понятно, что закончится эта пандемия, я имею в виду с точки зрения самого вируса. Да, вирус ослабнет или на время, на лето стихнет, так будем надеяться. Но экономический кризис-то на этом не закончится, все только начинается. Да, экономический кризис начинался уже осенью прошлого года. То есть это можно было вполне прогнозировать, что я на радиобалконе и сделал по поводу социальных мер, но сами таких людей, способных просчитать несколько месяцев вперед, экономику не оказалось. И как мы видим сейчас, в результате вот этих всех интриг парламентских партии КПВ, которые реально политический труп, значит, партия Каминч, которая после распуска Сайма никогда в жизни больше в него не пройдет, они поставили на решающий сектор экономической политик нового министра, который имеет образование бакалавра, по туризму, полученное в ЛЭПСКО, высшем учебном заведении. А в данной ситуации сложность экономических проблем требует как минимум, ну, я бы сказал, доктор экономических наук, настоящий экономист, ну ладно, магистр, но хотя бы с опытом, пятилетним, десятилетним, нормальным управлением, значит, опытом управления. А у данного нашего министра, значит, опыт работы на овощной базе. Да, овощной базе. Который работал на овощной базе, торговал фруктами и овощами. Ну, куда он нас заведет, это мы понимаем, значит, но, к сожалению, пока что население, значит, на это смотрит, ну, не подписываясь за распуск парламента, потому что оно, очевидно, готово еще подождать, посмотреть. Но это ошибка, значит, надо их быстро распускать. Закон позволяет это сделать за один-два месяца после сбора подписей. То есть закон определяет, что, значит, через месяц или максимум через два месяца референдума, потом новые выборы. То есть осень мы можем получить, если вот сейчас все пойдем подпишемся, значит, на Латвии АВ, тогда новые выборы будут, в принципе, значит, можем получить новый парламентский выбор там же 29 августа. Кроме того, значит, я туда от имени партии Центр тоже отнес. Значит, мы как партия предложили также сократить количество депутатов, потому что 100 депутатов там, на мой взгляд, и с коллегой тоже, значит, это согласились. Столько депутатов там не надо, можно и 50, они справятся, значит, и мы сэкономим, как страна, 250 тысяч евро в месяц минимум. То есть не надо будет столько лимузинового, помощников, помещений и много чего еще. Потому что сейчас ни один нормальный человек, даже эксперт-политик, не назовет сходу больше 10 депутатов в парламент. Ну, 15 максимум. От них там 100. Получают зарплаты 3-4 тысячи в месяц. Если смотрим, в марте самая высокая зарплата депутата была 7 тысяч евро. В тот месяц март получил. За что? Что они там такого делают? Значит, ну, мы видим, что они делают, там качество вообще страшное, что они уже сделали. Поэтому, значит, я думаю, что народ должен от своих народных избранников требовать жестко, быстро, четко, значит, чтобы они сделали шаги по экономике, чтобы поставили, значит, министром экономики профессионала, имеющего, как цель, значит, образование не по туризму, а экономическое образование, финансовое образование. Значит, и вообще, скажем, я думаю, степень магистра это минимум образования для министра, для депутата. Значит, ну, иначе, ну, извините, такую роскошь, как полный банкрот страны, значит, позволять сделать вот тем, кто сейчас заселит парламент, этого делать просто нельзя. Мы отвечаем, в конце концов, даже, ну, перед своей семьей, перед своим, значит, там, согражданам, значит, надо это безобразие прекращать. Вот, не могу не спросить о том событии, которое ожидается буквально через два дня, 9 мая, ну, если мы смотрим по европейскому времени, то 8 мая, не суть, важно, и вот сегодня Сейм выразил озабоченность и тревогу в связи, как считает парламентарий Латвии, попытками России каким-то образом ревизионировать, переписать историю вот, второй мировой. В свою очередь, как мы знаем, как раз Москва обвиняет многие страны в попытке переписать историю. Как вы все это оцениваете, потому что, ну, вот, вот, в отдельных документах и заявлениях латвийских должностных лиц вообще слово победа в войне, победа слово взято в кавычки. Вот, как вы все это оцениваете? Ну, как профессиональным историк смотреть, конечно, на вот эту пропаганду, которая у нас происходит, это, ну, противно, потому что у нас очень много внимания заостряется на 1939 год на договор Молотова-Риббентропа. И, кстати, значит, это уникально латвийско-эстонское заострение внимания, потому что в результате пакта Молотова-Риббентропа в Вильнюс перешел к Литве. Поэтому, скажем, осуждать пакт Молотова-Риббентропа со стороны Литвы это лицемерие до того момента, пока они не возвращают тогда уже Вильнюс в Польше, не устраняют, значит, последствия этого сговора, который, значит, ну, они сами критикуют. То есть тут двойной стандарт. Ну, ладно, скажем, пусть литовцы с поляками, они, я думаю, так или иначе разберутся, как и, значит, там могут быть определенные дальше нюансы. Но если посмотреть, значит, на исторические факты, то, ну, вспомним, давайте, 1938 год, вспомним, значит, Мюнхенский сговор, который у нас уже выведен за скобки истории Второй мировой войны. Но, извините, значит, западные страны сговорились с Гитлером, отдали независимую страну, Чехословакии на растерзание нацистам. Значит, и это как-то вне поля наших и президентов, и парламентариев. То есть, нам пытаются преподнести какую-то очень одностороннюю историю Второй мировой, хотя было абсолютно ясно, что этот Мюнхенский сговор, это, значит, сделан с целью направить агрессию Гитлера на восток. То есть, никакой другой разумной цели, почему отдавать Чехословакии Гитлеру, но объясните тогда, что благотворительность будут заниматься наши английские, скажем, и другие партнеры. Ну, действительно, результат и отдали в итоге. Да. Ну, таких подарков геополитическим конкурентам, и Германия, это однозначно геополитическая конкурент, и Великобритания, и Соединенных Штатов, значит, раньше такие подарки не делали. Значит, если такие подарки делаются, то они делаются с какой-то целью. Значит, в 1938 году цель была совершенно ясная, значит, они как раз хотели, чтобы Гитлер и Сталин подошли друг к другу поближе. И, кстати, значит, я буквально тоже вчера освежил, посмотрел мемуары немецкого, значит, Манштейна, генерала, который вел танковые армии, значит, и в июне 41-го и в Крыму, значит, и там чисто по вопросу, кто на кого нападал. Потом у нас появилась уже теория, что Гитлер оборонялся, значит, в июне, и так далее. Но если посмотреть вот именно на оценку гитлеровского танкового генерала, выдающего, значит, причастника, действительно, скажем, тех событий, то его оценка, значит, советского расположения войск была такая, что советские войска в июне 41-го могли только обороняться. Сама диспозиция войск была оборонная, хотя, значит, эту диспозицию действительно можно было сделать наступательной при, скажем, определенных условиях, но конкретно, значит, в то время она однозначно была оборонная. То есть она была применима только для обороны. Да, вот мы знаем, что время от времени в парламенте Латвии вспыхивают дискуссии о том, не стоит ли демонтировать памятник освободителям. Сейчас дело дошло до того, что есть рабочая группа из депутатов, которая вообще обсуждает, как поступить с памятником. Есть разные версии. Одни предлагают самые горячие головы его демонтировать, другие говорят, что давайте какой-то мемориальный музей там создадим, третий говорит, давайте все-таки напишем, как мы сейчас понимаем, интерпретируем историю возле музея, возле памятника, поставим табличку. Как вы вот ко всему этому относитесь? Ну, первое, значит, надо заниматься экономикой. Значит, памятник нам, ну, понимается, вот те партии, которые занимаются памятниками, они показали абсолютную неспособность заниматься экономикой. То есть, на первую очередь, национальное объединение. То есть, значит, это имитация деятельности, значит, сидят люди, вместо того, чтобы решать экономические серьезные реальные проблемы, они за 3-4 тысячи евро зарплаты месячной сидят и говорят, вот будем памятник, значит, музей добавим или плиточку к нему добавим, или еще что с ним делаем. То есть, это, в общем-то, значит, буквально, как бы так помягче сказать, это, ну, очень несерьезное, если мягко выразить, значит, это безответственная деятельность. Значит, каждый час работы парламента стоит сумасшедшие деньги, это многие тысячи евро, и нам сейчас, во-первых, надо решать экономические проблемы. Во-вторых, скажем, этот памятник, построен, значит, латышскими, хорошими архитекторами. То есть, это памятник, свидетель своей эпохи. Мы, как студенты, туда ходили тоже. Я сам участвовал, значит, в субботник там по благоустройству этого парка. Ничего такого страшного там нет, значит, в конце концов, это наши истории, при том, если уже они хотят создавать какой-то привлекательный образ Латвии, то почему это Латвия должна быть проигравшая во Второй мировой войне, почему это Латвия не может быть выигравшей? То есть, когда мы росли, значит, то мы росли в смысле, что Латвия была, значит, участником антигитлеровской коалиции, значит, ну и все вместе выиграли, значит, Вторую мировую войну. А сейчас к нам вернулись разные там иммигранты, которые, в общем-то, бежали с проигравшей стороной и навязали нам такое ведение истории, что, значит, вот мы как бы проиграли Вторую мировую. Что мы сегодня не поиграли, да. Ну что за бред, значит, раньше мы выиграли, сейчас проиграли, сейчас им этот памятник мешает, ну давайте пусть хотя бы экономикой займёмся, а когда у нас будет хорошая экономика, тогда вернёмся к этому вопросу, кто там проиграл, кто выиграл. Но я считаю, что всё-таки Европа вся по-крупному, что современная Европа считает, что правы те, кто выиграл Вторую мировую войну, а не те, кто проиграли. Может быть, такой последний вопрос, возвращаясь, может быть, к тому, с чего мы начали. Мы понимаем, что то, что было до пандемии, и то, что вот сейчас, это две большие разницы, и, наверное, политики, когда они пойдут на эти внеочередные выборы 29 августа в Иридическую Думу, уже вряд ли смогут идти с какой-то, не знаю, старой докризисной программы и рассказывать, и давать какие-то обещания, как будто ничего не случилось. Вот как вы считаете, вообще, как должен измениться политический процесс, может быть, вот этот политический пейзаж накануне выборов в Иридическую Думу? Да. Вне зависимости от вируса, мировой экономический кризис, он наступал до пандемии, и он будет обостряться в ближайшее время. Поэтому, во-первых, конечно, все и муниципальные структуры, и государственные структуры должны в первую очередь обратить внимание на социальную защиту населения. Это, значит, будет, вне сомнения, очень серьёзная тема для следующей Виршичной Думы, и туда должны прийти люди, которые понимают, как действовать в кризисной ситуации, потому что сейчас осенью нам будет уже не до памятников. Будь это памятник освободителям или памятник Петру Первому, или ещё кому-то из нашей истории, значит, нам надо будет решить вопрос, как вообще подключить отопление в городе, и как за него заплатить. То есть там будут решаться вот такие вопросы, которые мы помним с кризиса 2008-2009 года, но надо понимать, что этот кризис будет сильнее 2008-2009 года. Соответственно, значит, поддержки понадобится больше. И, соответственно, платежеспособность жителей за отопление, за коммунальные услуги, она будет падать с каждым месяцем, к сожалению. Значит, и поэтому, во-первых, государство должно вместе с городской думой, крупными самоуправлениями предпринимать усилия, чтобы снизить налоговое время, разогревать экономику. И деньги должны идти не в крупный бизнес, а в первую очередь, как я уже говорил в начале передач, к людям. Чтобы люди были платежеспособны, чтобы они могли купить себе продовольствие, витамины, оплатить коммунальные расходы. Вот это должно и самоуправление, и государство вместе должны обеспечить. И поэтому я очень рассчитываю на то, что сейчас, когда уже к осени избиратели почувствуют и увидят результат предыдущих деятелей, которые были в Рижской думе, и, значит, там, на улице Бреви, в исправительстве, и на улице Якоба, то у нас в стране назревают все-таки, я думаю, серьезные политические изменения ландшафта. Да. Ну что ж, посмотрим, чем эти политические изменения закончатся. Будем внимательно следить за событиями, за предвыборной кампанией. Норманд Гростенч у нас был на прямой связи по скайпу. Спасибо большое.